Сегодня для православных день в буквальном смысле наполнен духовными событиями. Одно из них – Всебелорусский крестный ход образца 2019 года. После восьмилетнего перерыва крестоходцы возродили традицию. Уже с самого утра во дворе монастыря преподобно-мученика Афанасия Брескова было многолюдно. На божественную литургию после молебен православные пришли зажечь свечи и помолиться Богу, чтобы он своей милостью благословил людей на подвиг – подвиг в сотни километров. Всебелорусский крестный ход является общенародным духовным событием в поддержку христианской культуры, а также служит делу укрепления веры и духа патриотизма среди молодежи. В нем, в первую очередь, мы возносим молитву Богу. Вторая важность составляющая крестного хода – это миссия. Мы идем, допустим, как сегодня будем идти по городу, и люди будут видеть нас. Следовательно, они тоже будут участвовать в этой молитве. Они будут вместе с нами. И, с другой стороны, они будут также вспоминать о том, что они являются православными христианами. Финальная точка шествия паломников, которые отправились в дальнюю дорогу с чистым сердцем и светлой душой, спасли Фросиневский монастырь Полоцка. Люди приехали из разных уголков Белоруссии, однако это не помешало им объединиться в одном порыве. Мы должны ожидать благополучия от Бога, чтобы все у нас было мирно и спокойно, чтобы все наши верующие прибегли к Богу, повернулись к Богу лицом. Тогда и Господь нам может быть и просить нам и все грехи, и даст нам на земле мир и спокойствие. Такие вот события, которые проходят в православной церкви, они очень важны, потому что это как укрепление веры. И это как торжество православия своего рода, такое торжество православия, чтобы люди увидели, понимали, насколько важно посещать храм, участвовать в каких-то служениях, в крестных ходах. Сегодня о путешествии верующих по святым местам неотъемлемая часть возрождения в них духовности и благочестия христианской культуры. Христианская культура, история христианства – это то, что является основой в жизни современной цивилизации, потому что, как ни прискорбно, но человечество живет в эру Христа, и очень немногие об этом знают, что это такое. Поэтому задача осуществлять просветительскую миссионерскую деятельность – это задача каждого сознательного христианина. Организаторы отмечают, общая протяженность белорусского крестного хода составит 620 километров, а это значит, что шанс присоединиться к шествию есть у каждого.